Мурманская область стала территорией Эколят. Это название движения молодых защитников природы. В областном центре состоялась церемония награждения конкурсантов экологического проекта. Молодыми защитниками природы, или как их называют организаторы проекта, Эколятами в Мурманской области стали более 600 воспитанников школ и детских садов. Хорошее начало для проекта, который существует в России несколько лет и впервые проводится в регионе. Благодаря поддержке правительства Мурманской области мы сможем на территории северных субъектов Российской Федерации заявить о многих наших новых инициативах, формах, методах, инструментариях, технологиях в области экологического образования, воспитания и экологической культуры. Основная цель, которую преследуют организаторы экологической акции, это привить ребятам чувство ответственности за природу. Средства самые разные. Например, те, кто постарше рисует мультфильмы, снимают ролики или делают фотографии. Младшие создают рисунки. Все работы объединяет общая тема. Я, посмотрев эти работы, действительно увидела, насколько сегодня вы, как юные художники, как юные фотографы, могли запечатлеть те красивые уголки нашей Кольской земли. Но наша с вами самая главная задача теперь – сохранить природу Кольского полуострова, Заполярья. Современных эколят можно сравнить с движением юных натуралистов в Советском Союзе, которое исчезло вместе с Пионерским во время перестройки. Будущий год уже объявлен президентом годом экологии в России, так что число природоохранных конкурсов будет только расти. Очень приятно, что ребята очень активно участвуют. Значит, эта проблема не безразлична. Они понимают, что от этого, от экологии зависит их будущее, в каком мире они будут жить. Организаторы первого в области фестиваля рассчитывают на положительный эффект, ведь проект отхватывает сразу две сферы воспитания. С одной стороны, это хорошее дополнительное образование, а с другой, такая деятельность прививает любовь к родине и патриотизм. Во многом, дефицитные чувства.